всем привет дорогие друзьями зовут дмитрий мы с тобой продолжим играть транспорт фэбор в общем ребят произошли у меня технические проблемы заметил я в той серии в общем первые две серии они у меня немножечко во первых у них происходит рассинхрон по звуку именно по звуку смысле вот вот я нажимаю я нажимаю как только нажимается должен происходить звук но нам происходили рассинхрон по звуку и в некоторых моментах были графические артефакты я думал с чем эта проблема думал записи вообще играет удивительная в плане захвата и очень сложно что-то захватить как-то захват иногда не захватывает короче эта игра какая-то интересная в плане того как она сделана вот в общем я посмотрел исходный файл то есть я записываю исходный файл доктор у меня с ним все нормально и со звуком и графически никаких графических артефактов никакого сбоя со звуками то есть звук не сдвигается то есть он синхронизирован с картинкой все нормально но после рендера через sony vegas я рендерю видео через sony vegas картинка в некоторых местах бывает артефакт появляется и сдвиг по звуку происходит почему-то именно это в единственные в игре у меня такая хрень происходит при рендере то есть хотя когда я записывал все нормально было то есть исходный файл нормальный а при рендере именно проблемы я записываю видео бандикамом раньше записывал о бс у меня начал там сбой давать как-то все там макалу у меня у бс что там так далее вот и начала записывать бандикамом и вот сейчас я сегодняшнюю серию пробую записать ребят с помощью обратно у бс а вот и от рендерю вот может быть проблема в записи может в чем но исходник был все нормально с исходником ребят то есть проблем после рендера появилась не знаю короче чем проблема короче если будут какие-то расинхроны баги подлагивание этого ребят я не знаю как это фиксовать то есть это какая-то интересная игра она сама по себе интересная вот ночь короче вот такие технические проблемы в этой игре есть сегодня чем мы с тобой занимаемся мы хотели с тобой заняться транспортной компанией да то есть сегодня видео еще короче будет вот заняться транспортной компанией даже транспортом и знаете что я заметил ребят я вот заметил вот берем грузовичок да и ведь у меня какие дороги кривые вот на этих кривых дорогах ребят мои грузовики тормозят вот смотрите вот он едет да вот грузовик мой вот он едет снизу вот он едет у нее скорость набирается он 60 уже едет 70 вроде хорошо классно 80 вот он разгоняется 90 он скидывает да и он сейчас вот на этом повороте вот на этом зигзаге он сейчас ещё скинь тут у него 80 скорость смотреть об до 50 до 40 вообще скидывает смотрите и вот эти на этих вот всех зигзагах на эти всех зигзагах азизаков у меня здесь много даже вот здесь ребят смотрите вот фурыйegen 84 смотрите видеть вот этот вот небольшое видео поворот да смотрите скорость 84 85 86 и он резко сбавляет до 55 вот чисто на повороте на этом мой было принято решение что нужно эти все дороги нахрен выпрямлять ребят вот именно нахрен понимаете нахрен выпрямлять вот да надо их выпрямить ребят потому что иначе мы так это ну ничего хорошего не будет ничего ребят хорошего не будет в этом то есть они просто будут медленно медленно ездить ничего у нас хорошего из этого с тобой не получится нужны прямые линии многие я знаю не любят прямые линии дам наш прямые линии это слишком слишком просто вот слишком просто узкий узкий угол какой узкий угол никакого узкого угла не должно быть так после узким не хочет но эти вот сюда пред пределы вот так вот сделаем то есть будут прямые ребят дороги короче у нас а такие вот но вот прямые дороги чтобы у нас чтобы у нас машина здесь максимально не сбавляли скоро здесь будет некий вот такой перекресток да где они разъезжаются и по прямой уже летят туда куда им на то сюда все искривления надо ребят убирать вот эти тоже автосохранение прошло так вот эти вот все искривления ребят тоже надо все убирать а чёт друг друга пропускают давай езжай туда ты сюда подождите на паузу поставить давайте вот здесь перелопатим сейчас быстренько сейчас вот здесь вот быстренько все перелопатим но 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 он хочет чтобы я удалил от я не хочу удалить так подождите а у меня тачки ты сохраняться здесь тачки у меня наверно не удаляться давайте тоже удалим до откидываем откидываем ребят тачки назад свои вот его здесь вот угол тоже вот это все мы сейчас короче уберем ничего страшно тачки там не удаляться наши я думаю вот там все будет нормально так что нам нужно нам нужна новая развязка нормальная прямая так что минимальным подождите так как бы нам здесь подождите нам главное не нарушить эту артерию да ребят приходится вот так вот вы придумывать что-то вы вы придумывать вот здесь мы сделаем разветвление одна трасса уходит сюда все равно здесь разветвление будет ребят вторая пускай уходит сюда да вторая уходит сюда так так да здесь уже все равно тормозится да будет хотя здесь блин тоже бы не хотел чтобы тормозилась вот здесь тоже бы надо все это на самом деле выпрямить да у нас здесь есть трасса здесь вот есть некую у нас трасса да тоже ее надо выпрямить так чтобы минимальный сброс скорости был потому что что скорость ребят сбрасывается это очень плохо хотел заняться одним делом ребят занимаемся немножечко другим вот так он теперь миллион нихрена 7 миллион стоит ну нет миллион слишком дорого ребят нет я хотел думал скажу да ладно типа ладно миллион так миллион но нет 600 тысяч подешевле давайте давайте ладно 400 тысяч блин какие дороги дорогие в наше то время какие дорогие дороги ребят вот дорогу сделали дорогу мы с тобою сделали да получается здесь теперь она прямая вот здесь вот вот это бы нам надо как там максимально вот так вот соединим тоже все поехали пускай ездит так чё у нас там грузовички которые уехали ага они сюда повернули кстати интерес как они едут они сюда у меня сюда тоже могут ехать вот и теперь как видите вот они теперь едут со скоростью 100 километров вот он повернул здесь на перекрестке и полетел все он красавчик он полетел он могил и все сотку вот он идет да он сотку идет и вообще вообще великолепно и прям идет идет сотку здесь сбавляет да здесь потому что разве у них и каждый едет туда куда ему надо и дальше летит под сотку дальше летит это что нам дает ребят это нам дает то что что наша продукция будет эффективнее доставляться до более быстрее и так далее то есть это очень положительно знаете что я заметил у нас есть хлеб кому нужен еще здесь ребят хлебушек у нас есть линия 2 она обеспечивает вот здесь да но вот здесь вот у нас еще есть хлеб то есть те кому нужны нужен хлеб вот он обеспечивает вот этот хлебом район здесь вот сверху я смотрю еще хлебушек можно еще одну станцию поставить вот то есть теперь у нас нормально тут будет а вот это вот кстати не наделал да давайте давайте знаете как сделаем давайте вот сюда ее приведем вот эту трассу ну вдруг кто-то ездит по ней будет так ну-ка вдруг кто-то по ней будет ездить а вот сюда можно да общая вот сюда то есть лучше меньше перекрестков ребят делать вот так вот пускай будут перекрестки то есть в одном месте чтобы чтобы не кажаи там сто метров перекрестках была а м Haena так мы что хотели с тобой мы с тобой хотели сегодня заняться транспортной веткой да мы хотели с тобой заняться транспортной веткой Да, мы хотели с тобой заняться транспортной веткой Мы хотели с тобой начать Я бы на самом деле инструменты сюда хотел бы уже возить, ребят Потихонечку Да, инструменты, ребят, да Инструменты Вот, надо бы сюда потихонечку инструменты возить И сюда бы надо инструменты потихонечку возить Но чтобы сюда инструмент, допустим, возить Нужно, ребята, вот здесь Вот сориентироваться То есть нам надо вот отсюда Буденновский лес Возить его сюда на лесопилку И с лесопилки уже вот сюда Делать инструменты А отсюда надо каким-то макаром, видимо, поездом придется Потому что на машинах это долго Видимо, придется ехать Сюда Поездом возить сюда инструменты Но, опять же, пускать поезд Ради 22 инструментов, которые Здесь нужны, очень Ребята, невыгодно Этот поезд Хотя можно было бы пускать еще его с инструментами Пускать сюда поезд Чтобы он сюда ел Далеко, понимаете, вот в чем Особенность вот этой маленькой Карты с минимум городов С минимум предприятиями То, что все далеко То есть у меня единственная переработка Я уже говорил, переработка нефти Это идет вот здесь А нефть у нас еще вот здесь Вот добывается Чтобы нефть доставить туда Тут надо гигантский Гигантский состав Нам также нужны, кстати, кирпичи Чтобы кирпичи сделать Нам нужен камень А камень где у нас Кирпичный этот Камень, камень, камень Где у нас, я где-то видел А камень у нас вот здесь, ребят Вот здесь в углу У нас карьер каменный Он вырабатывает камень И его надо везти вот сюда Охренеть А отсюда Его надо везти Сюда Вы представляете Это вот Сюда надо подвозить Это охренеть, ребят Какие маршруты Это Это железная дорога Это по-другому никак Хотя можно на самолете, наверное Можно самолет, наверное, развить Грузовой аэродром Да, можно, кстати, грузовой аэродром, ребят Развить Небольших транспортных самолетов Можно, да, кстати Блин, охренеть кирпич Возить на самолете Он стоит 5 миллионов Прикиньте Вот чтобы просто поставить Чтобы просто поставить, ребят Надо 5 миллионов Это трындец Так Постройки, кстати Трамвайное депо Дорожное депо Кстати, у меня машинок нет Это депо Давайте депо поставим Да Такие дела, ребят То есть, ну, на самолете Будем возить Прикиньте Кирпичи на самолете Возить в город АТТ Я бы, конечно, хотел бы Через железную дорогу, ребят Сделать Ну, сюда 114 кирпичей надо Сюда, наверное, тоже, наверное Потребуются кирпичи Сюда А что у нас надо Ой, эти какие-то шестеренки Какие-то упаковки Шестеренки делаются Из досок Из этих Вообще Я бы, на самом деле Хотел бы все сделать Через железную дорогу Ну, как По мне Было бы интересней Это и сложнее Самолет Что, просто построил Здесь аэродром Построил там аэродром У тебя самолет летает Как бы, да А Ну Поезд надо проложить Продумать Что-то куда-то Да, там это И так далее Самолет больно просто Хотя можно, на самом деле Попробовать Попробовать, знаете, что Нефти на самолете, ребят Доставлять Прикиньте Вот отсюда Можно попробовать нефть Если можно Кстати, я не знаю Я, вот честно Я вот Ну Ну, так нормально Уже играл в Транспорт Февер Но Я не знаю Такой может Здоровый построить Я 14 ляма Слушайте, у нас столько денег нет, ребят Я не знаю Что на них можно перевозить, ребят Давайте чисто ради интереса Я сделаю сейв Вот так вот Давайте построим его Чисто ради интереса Я хочу глянуть Что на нем можно перевозить Чтобы я хотя бы знал, что ли Я ни разу не пользовался аэродромом Давайте построим Я сейв сейчас загружу Так, купить транспортное средство А что я здесь могу? Вместимость 12 Два отсека Тип грузов Все Он стоит 3 миллиона Хм То есть 12 вместимость У него 3 миллиона стоит И он может возить Все, что я хочу Хм Витязь М Какой-то новый трамвай Эм Забоковой стойка Фабджек Какой-то сбоковой стойкой Цистерна Фаб Ух ты, слушай Грузовики новые открылись Это классно, кстати Дуал Сток какой-то Ну да, можно на самолете возить Здесь организовать Короче Поставку сюда Через поезд Здесь дерево загружается Сюда дерево загружается Берется доски Везется сюда А отсюда Инструменты Инструменты на самолете, ребят Доставляются в город И сюда можно сделать В город, ребят И сюда в город Два самолета Пустить И они будут возить инструмент Конечно, это будет выглядеть дико Ну просто, ну действительно Запускать поезд Очень длинный Да, то есть Очень далеко Ради там 20 инструментов Чтобы подвезти Поезд Это дико Запускать Кто-то скажет А не дико Запускать Самолет Ну просто Для самолета Ничего не надо Просто построил здесь аэродром Там аэродром И все Он полетел Понимаете А здесь надо будет Дорогу прокладывать Железную То есть Продумывать маршрут Можно, конечно Да Но Блин Тем более 12 единиц Я думаю Да Можно было бы Тогда Давайте ради интереса Попробуем, ребят Сохранение Если что Есть Куда нам надо Инструменты Инструменты Нужно вот сюда А можно куда-нибудь Сюда Как раз таки Построить Грузовой аэродром Куда-нибудь Сюда прям Хотя здесь шум Наверное будет Ребята Из-за грузового аэродрома Наверное Надо знать Что сделать Надо его Построить Подальше Построить Подальше Да Но Сюда Подвезти Наверное Дорогу Надо будет Подвезти Дорогу Да И отсюда Пускай Забирают Дорогу Что я купил Подождите Один самолет Я купил Продадим назад Чтобы купить Чтобы что-то сделать Надо не просто Зря я наверное Купил Потому что За Блин Аж за его обслуживание Надо сейчас будет Платить бабки За обслуживание Двух аэропортов Охренеть Навары Возим на этом А по уровню шума Что здесь будет У нас Высокий уровень шума Это на трассах Жилое здание Тоже уровень шума Ага Ну такое То есть трасса В принципе Далековато Надеюсь Что Ммм То есть Для начала Ребят Надо Сначала Здесь Железную дорогу Организовать Чтобы это все Возилось То есть Организовать Железную дорогу Да Это будет Все возиться Только Потом Мы будем С тобой Уже Давай Загрузимся Загрузимся Давай Давай Загрузимся Нам сначала Железную дорогу Организовать Потом То Сё Короче Пока Ребят Не до этого Ну, я это на заметку возьму Обязательно попробуем таскать эти товары С помощью самолета Потому что, опять же говорю, невыгодно Ради там 20 товаров запускать целый состав Который будет стоить миллионы Самолет, да, это выгодно За миллион отправить Просто, ну, действительно, на самолете будет проще Чем мы сегодня сейчас займемся с тобой? Мы это проэкспериментировали Дорогу мы с тобой немножко выровняли Мы молодцы, красавчики Поезд ездит Кстати, знаете, что я понял, ребят? Вот у меня поезд Вот этот зеленый, да Я немножко не то сделал Вот этот вот зеленый поезд Он может разгоняться до 160 километров А бочки, которые он таскает Они всего лишь 120 километров в час идут То есть, по сути, у меня поезд-то может до 160 разгоняться Но из-за бочек он только до 120 разгоняется А что это нам дает? Это дает то, что мы можем товар-то быстрее таскать То есть не со скоростью 120 километров А со скоростью 160 километров, верно? Вот И то есть у меня ограничение Мне бочки надо поменять вот на эти вот Но они дороже И надо бочки, ребят, поменять И я думаю, мы сейчас это сделаем И надо будет модернизировать весь путь Надо будет модернизировать, я думаю И мы с тобой, наверное, сейчас этим прям займемся Воскоскоростные пути 74 тысячи За обслуживание воскоскоростных путей, ребят, надо платить больше денег По обслуживанию они там что-то стоят дороже Давайте везде воскоскоростные пути пускай будет Хотя в депо не обязательно воскоскоростные Воскоскоростные там обычно-обычные Обычно-обычные идут пути Все, воскоскоростные пути мы здесь везде сделали Они более-таки беленькие Вот, и что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем, когда он пойдет назад Этот поезд великолепный наш, который тащит нефть Мы загоним его в депо И поменяем ему, ребят, этот, как Кстати, заметьте, он разгоняется очень плохо Он только к середине пути разгоняется до 120 километров Ему 7 лет Цена у него падает Видите, цена падает Как только цена упадет до нуля И он станет негодный, видимо То есть его сейчас можно за 18 миллионов продать Оп, 5 миллионов он пригнал Так, давайте в депо его загоним Сейчас мы его переобуем На новые вагончики У этого сколько получается вместимость? 225, тоже надо будет на 200 Минимум на 225 вместимость сделать И постараться, ну или на 200 Ну, в чем будет плюс? Скорость у него будет быстрее На 40 километров А значит он сможет Что? Правильно Быстрее довозить товар Хотя я бы на самом деле, ребят Я бы на самом деле Даже этот локомотив бы Я бы на самом деле бы поменял Потому что он, допустим У него мощность 2000 киловатт 2000 киловатт у него мощность Я бы поменял на какой-нибудь помощнее Вот допустим 4200 киловатт То есть мощность в два раза больше Но Стоит он в два раза дороже, ребят Стоит он в два раза дороже Да, я думаю вообще, знаете Мы его, наверное, продадим Да, я думаю мы его продадим У нас 37 миллионов Да У нас 55 миллионов 30 было, да 30 стало 55 миллионов Сейчас мы купим новый поезд Я думаю Вот этот вот электрический Да, мы покупаем его И покупаем к нему вагоны На 220 Тоже можно 38 лямов мы отдаем, ребят 38 лямов У меня было сколько? 35, да, миллионов Стало 55 То есть на 20 миллионов я продал А покупаем на 38 То есть я в минус на 18 миллионов Сейчас уйду Можно, конечно Ему больше навесить Составов на 340, да Давайте рискнем И ему сделаем вместимость 300 Не 225, как было А на 300 вместимость Купим его, ребят Осталось 9 миллионов Да И поставим его на синюю линию Поехал Ну-ка посмотрим на него На этом красавца Как он будет выезжать Потому что мне не хватает Нефти Которую я привожу Просто я не хочу В принципе Второй состав ставить Хотя можно Второй состав поставить, ребят Вот такой вот он красавец у нас С такими большими бочками Теперь О, у него есть гудок нормальный Паровозный Автосохранение Вот Пускай ездит Длинный состав достаточно Такой прям Хороший длинный состав Много нефти, ребят А нефть это деньги А деньги это хорошо У нас 8 лямов, кстати, осталось Не знаю, хватит их, нет Окупится ли этот поезд? Он окупится Можно будет, если что, парочку-троечку вагончиков Я думаю, если что, от него отцепить, ребят Знаете, что самое интересное? У транспорта есть срок годности Вот если мы нажмем на тепловоз У него написано срок годности Срок эксплуатации 49 лет У вагонов У вагонов Срока А, нет, тоже есть Срок эксплуатации 49 лет Блин, а у вагонов, по-моему, не было срока эксплуатации раньше Блин То есть у них есть Да, я Подождите, раньше не было срока эксплуатации Вот такой длиннющий у нас состав, ребят Что он, кстати говоря, по скорости, подождите Что у него по скорости? Он разгоняется 120 едет Скоростной достигнув скорости в поезде 120 в свободной игре 130, 140 разгоняется Сейчас посмотрим, сколько он в скорости разовьет, когда назад пойдет, ребят Здесь 400 есть потребление Купить электропоезд и запустить маршрут в свободной игре Полная загрузка А какие достижения мне еще дают Так, ну-ка, подождите Давай, 300 ты везешь Сейчас посмотрим, как он разовьет Очень хреново, кстати говоря, разгоняется, ребят Мне кажется, надо парочку вагонов ему снимать 100 километров разогнался Он до 160 не разгонится, ребят Тогда стоит вопрос Если он до 160 Нет, 120 разогнался выше Ну, то есть, смысл был тогда стоять поезд Если он больше 120, да, не разгоняется Но он разгоняется Он до 140 разгоняется То есть, он все равно быстрее едет, ребят То есть, он едет все равно быстрее Плюс он перевозит больше Едет быстрее, перевозит больше сколько ты привез за раз 9 миллионов 9 700 9 миллионов 700 ребят это великолепно 9 миллионов 700 это великолепно это он в плюсе насколько его обслуживание стоит в год 7 миллионов ну пускай бегает да сейчас посмотрим сколько он там будет что приносить и я думаю этих ресурсов должно уже хватить давайте посмотрим запас как я в той серии делал да посмотрим сейчас запас как у него быстро будет кончаться запас и будет ли он успевать приезжать к тому момент когда запас полностью будет иссякать очень этот момент мне интересно мне кажется будет успевать нет нет он не будет он только приехал туда то есть успевать он все равно не будет да где он будет поезд когда полностью запас на нефтеперерабатывающие станции закончится где-то около александровки да александр ну да то есть он будет на ну грубо говоря грубо говоря на полпути назад но здесь запасы есть то здесь запасы производятся то есть линия 12 она потихонечку производится до ну ситуация улучшилась ситуация в этом плане ребят улучшилась еще он летит вам чтобы там нефть успевала производиться ребят все она до нехватка чувствуется еще 9700 да еще нужен один состав ребят нефти не хватает нефти не хватает а тут успевает она респавниться ну да 300 в принципе она успевает делать я думаю сюда больше составов ребят пускать не надо потому что здесь респавнится как раз вот этот пояс да ведь он как раз возвращается и он сейчас заберет все получается там прямо к респауну то есть полность 300 сейчас сделается вот нефти да и он как раз ее забирает то есть больше ребят смысл сюда по пояс отправлять нету потому что здесь просто будет нефти не хватать вот то здесь всего лишь будет ребят один поезд ходить в данный момент можно два маленьких пустить но будет ходить один ребят значит это говорит о чем о том что вот эту вот нефтяную скважину надо разрабатывать тоже и возить поездом подключать к общей линии сюда вот вводить и вводить тоже чтобы он сюда таскал и тогда здесь нефти будет много потому что это нефть нам нужна не только для переработки топлива нам эта нефть нужна еще будет для для чего-то для пластика нужна будет да нужна будет для пластика там еще для чего-то и так далее я хотел вообще заняться транспортом ребят я чё-то это да извините ну надо же отрегулировать понимаете надо же отрегулировать давайте построим автобусные остановки я думаю давайте транспорт здесь разовьем общественной игра начинает подлагивать чем больше развития тем больше подлагов ребят давайте здесь построим остановку раз здесь два здесь три здесь четыре здесь пять здесь шесть здесь семь здесь восемь вам не забыть куда их ставлю восемь девять десять так вот здесь чё у меня за аппендикс такой так вот здесь надо убрать вот это убрать что за аппендикс такой так это уличная должна быть они такие у нас небольшая улица средняя на здесь придется снести до модернизация будет сносить блин ахренеть чтобы модернизировать что большую улицу сделать ребят нужно надо короче полгорода поснести так ладно так 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 и туда уходят да давайте отправим автобус давайте отсюда отправим пускай здесь будет давайте отправим один автобус какой-нибудь в стриткар вот этот дизель хотя не дизельная лучше кстати у меня новые же машины открылись да вот эти вот вместимость 38 вместимость 38 ни хрена себе 32 а у меня сколько сейчас ездит вместимость у них 25 25 а у этих 38 ни хрена себе ну они стоят 194 тысяч а эти пропали из продажи надо будет тачки все заменить ребят в эту да вместимость 25 у этого 32 надо машину все будет заменить сейчас давайте до кунта автобус поставить дизель 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 а электро нету ничего у нас 26 17 17 давайте вот такой вот один поставим назначить пункт новый маршрут это автобусный маршрут ребят будет я хочу развить сначала ребят общественный транспорт внутри города а потом мы разовьем с тобой потом мы с тобой разовьем так это восьмой до маршрут а потом мы с тобой разовьем этот транспорт ты куда едешь то восьмую линию ты куда едешь то я надеюсь да на восьмую линию все он едет на восьмую линию красавчик наш смотрите какой дизель да да восьмая линия вот написано дизель да так ощущение как будто блин электрокар да это дизель гармошка ребят гармошка ну выглядит шикарно да он видно сзади труба дымит видно что дизель автосохранением ну пускай едет 26 человек он будет катать пускай катает здесь по городу если чему сюда 2 еще подопрем вот так же надо в этом городе такое же сделать ребят постройки да мы также сделаем мы сделаем наверно отсюда так еще и грабли начинает подлагить вот это я говорю самое самое неприятное так мы пока так мы сделаем так так заход сюда а можно потом сюда он проезжает сюда туда да и можно новый маршрут проложить он едет сюда потом сюда потом сюда потом сюда вот здесь выезжает сюда потом сюда сюда и ей тут тогда у такой у него маршрут интересный чем проезжает раз 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 через центр и туда желтенький девятый маршрут давайте купим автобус купить транспортное средство посмотрим сколько там девятую линию давай езжай этот доехал начал работать на это начал работать я не знаю как он здесь по мелким вот этим улицам будет ездить это трыдец на самом деле я могу ребят запретить езду машинам в городе я могу дорогу переделать как я уже показывал ребят нажимаете сюда улице они инструменты инструменты и вот здесь можно выставить инструмент автобусная полоса и по сути я короче все дороги могу сделать чисто только для автобусов ребят машина транспорт вообще ездить не будет люди все будут передвигаться пешком да кстати говоря это можно сделать чтобы они более активно ездили на общественном транспорте вот тут что более активные ездили можно сделать так также вообще можно на самом деле сделать все соединение между городами поездами чтобы люди люди не ездили ведь вот они едут на своих машинах до в соседние города чтобы они ездили в соседние города на своих машинах мы можем дороги просто убрать Убрать полностью дороги Сделать их только автобусными, да, там И... и все То есть и поезда только пустить То есть все через поезда сделать И то есть люди будут... они как бы будут изолированы в этом городе Вот такая жопа будет То есть может тоталитарное такое государство немножко построить Давайте посмотрим, как он тут ездит У него пока минус 51 тысяча Вот почему-то, знаете, в этой игре Вот именно... Вот именно общественный транспорт Да, он почему-то все время уходит в минус То есть у меня... у меня все время он уходит в минус На самом деле, общественный транспорт То есть люди вроде бы ездят, да Вроде бы хватает Но он все время как-то уходит в минус То есть вот это вот не отбалансировано То есть не отбалансировано вот эта вещь То есть, видите, у меня минус 40 тысяч на этом А что это такое? А, тут что-то строится Теперь требует хлеб Александров теперь требует хлеб Это хорошо, кстати Вот видите, у меня минус 47 тысяч Вот как мне поднять, да? Он возит людей, он передвигается, да? Он людей перевозит туда и сюда Но у него все равно, то есть задолженность по финансам идет Но у него расхода больше, чем дохода А ездит всего один автобус Хотя его хватает по количеству И минус 58 тысяч Не знаю, что нужно сделать Возможно, сделать, знаете, что можно? Все дороги перекрыть нахрен Сделать, чтобы в городе можно было есть только одним автобусом Чтобы люди на своих машинах не передвигались То есть, мне кажется, он не окупится у нас Автобус Он не окупается просто, видите? То есть, он ездит, да, возит что-то Ездит, возит, но Не окупается Люди есть Пассажиры есть Минус 63 тысяч Он в долгах Я не знаю, ну вот как это сделать? Кто-то знает механику? Как это можно было бы сделать? Нужно, наверное, чтобы остановки все время были полные, мне кажется Тогда, да, и тогда он будет что-то там привозить Хотя, я не знаю, может, со временем Когда людей больше будет ездить Может, он все-таки будет окупаться На данный момент он в минусе Остановки, в принципе, грамотно построены То есть, все друг от друга, в принципе, относительно не так далеко Ну, вот так вот Да В общем, вы меня понимаете, да, ребят? К чему я это все? Минус 11 тысяч Ну, вроде что-то, смотрите-ка Может, окупится, кстати говоря Может, окупится и даже придется поставить еще один автобус дополнительно Минус 11 тысяч Минус 2 тысячи Не, смотрите-ка, вроде бы из долгов-то потихонечку уползает Минус 14 тысяч Нет, не знаю Не знаю, навряд ли Не знаю, не знаю, короче, не знаю Вот Давайте на этом, я думаю, закончим, ребят А в следующей серии Да, такая серия получилась немножко сумбурная То-се Экспериментальная В плане того, что я буду ОБСом захватывать Теперь попробую Посмотрю, что там по лагам-багам Может, багов-лагов еще больше будет А вот здесь, кстати, людей много Нужно Вывозить Не хватает Минус 8 тысяч Ну, он поездит Пускай поездит Мы потом, может быть, еще один О, какой-то новый поезд за 27 миллионов Ни хрена себе Урбас какой-то За 900 тысяч Что за Урбас Ну, в общем Вроде бы Не знаю, короче Не знаю Ничего не могу, ребят, сказать Вроде бы в плюс вот вышел Что за поезд Урбас Можно глянуть Урбас какой-то Прям аж интересно стало Или это не поезд Урбас Или это вагон какие-то Там что-то Урбас было А что такое Урбас Не понял Это машина какая-то А, это, наверное, Урбас Это, наверное, этот Корабль Корабль, наверное Машины надо все поменять, ребят Вот эти вот машины Которые ездят со скоростью 60 километров Надо все заменить Они плюс уже старые, да, насколько я знаю Да, 17 лет, ребят, надо менять А что у нас здесь по автобусу? Нет, по автобусу Где автобус? Вот он Здесь задолженность в 50 тысяч Здесь задолженность в 50 тысяч У одного задолженность 7 тысяч, у другого 50 Линия 12 у меня задолженность Да, мне, в общем, сейчас только поезд на самом деле приносит прибыль И по линии 6, кто возит А что там Александрову нужны были, по-моему, эти Я же видел, хлеб Что, хлеб уже не нужен? Откатили, что ли, назад? Я видел, там нужно было Там нужен был хлеб, ребят Кстати, сюда нужен нам еще топливо Нам топлива не хватает Нам сюда не хватает топлива, как я понимаю По красной линии, да, топливо, да А где он? Можно увидеть его? Нет, а можно управление транспортом? Вот транспорт можно сам увидеть? О, то-то-то-то, ребят Это называется пропки Это жопа А знаете, куда они все едут? Охрен их знает, куда они все едут А куда вы все едете, товарищи? Охренеть, вы смотрели, какой поток машин А куда вы все едете? Промышленное здание. А куда ты едешь? В какое промышленное здание? Они едут сюда работать. Они из того города, ребят, едут сюда работать. Прикиньте. То есть вот эта вся пробка? Вы серьезно? Вы едете все... Жилое здание? Какое? Они все едут туда. Это о чем говорит, ребят? Это говорит о том, что надо нам запрещать им ездить из города в город на машинах на своих. Чтобы они не могли ездить из города в город на своих машинах. И... А что здесь у нас перекрестки, да? Ну-ка, давайте так, без светофор. Какие нахрен светофоры? Никаких светофоров здесь не должно быть. Ребят, никаких светофоров. Жопа, это трасса. Да, убираем. Все, поехали. Едете так, чисто наугад. Пропустили, пропустили. Не пропустили, значит не пропустили. Какие нахрен светофоры вы только задерживаете здесь со своими светофорами? Никаких светофоров здесь. Все, убрали нахрен все светофоры. Все, это трасса. На светофоре, на трассах никаких светофоров не должно быть. Не знаю, будет лучше или хуже, ребят. То, что я это убрал. Но это охренеть. Они, короче говоря, все едут... Они все едут в тот город. Пут назначения. Василий Морозов в жилой дом едет, который вот здесь. То есть это говорит о том, что, ребят, надо соединять поездами. Это все. Поезд нужен. Потому что, ну, трындец ты, смотри. Это пробище просто. И еще я говорю, то, что надо все дороги, ребят, сделать так, чтобы они были чисто только для общественного транспорта. Чтобы они только общественный транспорт делали. То есть мы в следующей серии с тобой это сделаем. Мы, во-первых, сделаем железную дорогу. Железнодорожную, да? Железную дорогу. Запретим машинам ездить в городах. Здесь должны ездить только автобусы. У нас будет такая зеленая повесточка. Вот. И из-за того, что им нельзя по городам и из города выехать на машине, им придется ездить всем на чем? Правильно. На электричке, ребят. Ну, потому что вот это, вот это, ребят, вот это. Это жопа. То есть это тормозит развитием моей индустрии. Вот. Плюс мы в следующей серии еще поменяем с тобой... Мы поменяем с тобой тачки, вот эти грузовые. Надо будет поменять. Вот. Мы сделаем это с тобой и получим море удовольствия. Потому что они оттуда, из того города почему-то все едут в Изерб... Изербэ... И Избербаш. Избербаш. В Избербаш едут, ребят. Все в Избербаш хотят, понимаете? Вот. А потом мы будем соединять с Новокуйбышевском. Да. Вот сюда будем соединять тоже. Тоже надо будет общественный транспорт там развить. Я пока два города хочу вот этих развить. Что у тебя, кстати? Подоходом 6 миллионов, все нормально. 210. Смотрите-ка, он меньше почему-то производит. То есть берет меньше. Печально. Ну, можно парочку будет этих отсоединить. У него парочку вагонов. В запасе 1. Вот. И отрегулировать здесь еще транспорт надо будет. Кстати, а где весь хлеб? А у нас хлеба нету. А что у нас с хлебом? В запасе 300. Ну. Что-то как-то он плохо хлеб делает, нет? Что-то как-то с хлебом у нас какие-то проблемы начались. Нехватка хлеба. Ну ладно, это уже в следующей серии мы все решим. Мы решим это, ребят, все уже в следующей серии. И там что-то будем делать. Да, с пробкой. А пробки так меньше не становятся, да? Да, пробки меньше, ребят, не становятся. Трендец. Ну нет, вообще-то меньше она становится. Вроде подрассасывается. Но они все едут в тот город. Промышленное здание. Все едут в этот город. В общем, будем решать в следующей серии уже проблемы, ребят, с пробками и с чем, с тем, чем нам надо. Давайте пробую вот так вот я сделаю. Все, мы с тобой уже в следующей серии, там продолжим. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok